Инструменты мы в сухожаровом шкафу прожарили, а сюда положили, и они у нас здесь стерильные. Медсестра отделения врача общей практики Татьяна Самохвалова с гордостью рассказывает о новой технике, которая появилась в кабинетах несколько лет назад, о долгожданном ремонте, которого не было почти полвека. Теперь в здании тепло и уютно. Раз в месяц сюда приезжают врачи из городской поликлиники и ведут прием. Ведь до ближайшей поликлиники в Дагомысе более 30 километров. Старая была больница. Сейчас, конечно, ремонт сделали. И оборудование есть. У нас есть дефибрилляторы. То есть первую помощь можем оказать. Кардиограф новый. В 2010 году в рамках олимпийской программы не просто отремонтировали. Возвели совершенно новое здание сельской школы номер 96. Образовательное учреждение рассчитано на 200 детей. Сейчас там учатся 90. Здесь для ребят созданы все условия. Светлые просторные классы, спортзал, столовая, рабочие мастерские. В проекте предусмотрели все необходимое для комфортной жизни педагогов и школьников. Учительница младшей класса Светлана Тачинская 15 лет проработала в старом здании школы. Женщины есть чем сравнить. Замечательное оборудование водоснабжения. Замечательные классные уголки. И, конечно же, освещение, потому что в старой школе мы страдали. То есть вот все в новой школе соответствует тем требованиям, которые предъявляются новыми ФГОСами, новыми САНПИНами для того, чтобы обучать нормальных детей. Сейчас в округе постоянно проживает 1300 человек, более 300 дети. Для удобства самых маленьких сочинцев на средство депутатов возвели две детские, одну многофункциональную спортивную площадку под открытым небом. Вообще округ пользуется популярностью. В год его посещают около 100 тысяч туристов. Он впечатляет удивительными пейзажами. Сейчас населенный пункт округа ведет лучшая в окрестностях асфальтовая дорога. Район начинает активно обустраиваться. В течение пяти лет было заменено около 5000 квадратных метров асфальтового покрытия. Также решилась и самая главная проблема Салахаульского сельского округа электроснабжения. Заменены линии 10 кВт, 0,4 кВт. Два поселка полностью отремонтированы. Замена столбов, замена внутренних линий. Отремонтировано и заменено 15 ТП. Установлено больше 300 столбов освещения, электрификации. 13,5 километров кабеля замена. По словам главы администрации сельского округа, курс на благоустройство будет продолжен. Городские власти делают все, чтобы Салахаул становился одним из значимых культурных и туристических центров курорта, сохранив при этом природную красоту и самобытность этого места. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.